Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей» в студии Айнур Мирханова. Все препараты должны быть на прилавке. Цены на них в соответствии с перескурантами. Сотрудники департамента антикоррупционной службы продолжают вести мониторинг аптек Алматинской области. Но этот раз проверки прошли в Карасайском районе. В поездку по мониторингу руководитель департамента агентства по противодействию коррупции Алматинской области Ернар Макожанов отправился лично. Объехал практически все аптеки города Каскелен. Ситуация в них стабильная. Цены на лекарства не превышают пределов установленных Минздравом. К примеру, парацетамол по 150 тенге. Цена на цефтриаксон не превышает 130 тенге. А метрит продают за 390 тенге. Как заверили членов рабочей группы представителей аптек, необходимые препараты поступают согласно поданным заявкам и в срок. Также провизоры отметили, что ажиотаж на медикаменты сходит на нет. Основное наше направление – это мониторинг аптек, имеющих дефицит лекарственных препаратов. В целом мониторинг проведен. Лекарственные препараты достаточны. Все противовирусные и именно те лекарства аспирина, парацетамол другие все присутствуют. Имеются цены предельные. Также в рамках рабочей поездки руководитель департамента антикоррупционной службы встретился с представителями руководства Карасайского района. Первый заместитель Акима района Айжан Назарбаева рассказала о мероприятиях, проводимых в рамках антикоррупционной политики. Затем состоялся онлайн-прием граждан. Жители района интересовали такие вопросы, как высокие цены на электроэнергию, социальная помощь детям-инвалидам, благоустройство улиц и трудоустройство населения. Аделя Кжаргенова, Ербола Тантелов, телеканал ЖИЦУ. Тем, кто вместе, не страшны тревоги. Именно так считает наша молодежь. В Палматинской области продолжается серия благотворительных мероприятий, в рамках которых больницы получили поддержку на безвозмездной основе. Не забывают представители ЖАСО ТАН и о физическом и моральном здоровье врачей. За время пандемии врачам-инфекционистам было бесплатно передано 900 литров национальных напитков КМС и ШУБАТ. 100 фруктовых корзин были переданы врачам, проходящим лечение на дому. А в этот раз подарки доставлены для самих лечебных учреждений. Развернутый в амбулатории села Бахтабай провизорный стационар на 90 коек сокращен до 25 в связи с выздоровлением большинства пациентов. Результат впечатляет. А закрепить улучшение эпидемиологической ситуации помогают представители ЖАСО ТАН. Кислородный концентратор больнице не помешает. Посчитали они. Эпидемиологическая ситуация намного улучшилась. Пациентов стало меньше. Поэтому мы сократили провизорный стационар до 20 коек. Администрация ГКП на ПХВС Килинская ЦРБ благодарит за предоставленную гуманитарную помощь. Молодежное крыло ЖАСО ТАН. До этого мы тоже получали гуманитарную помощь. Нам предоставили 18 концентраторов. Я думаю, данная гуманитарная помощь будет полезна и пациентам, и докторам. Еще один кислородный концентратор организаторы акции передали также больнице Курсуского района. Однако и это не все. Безопасности медперсонала должны послужить медицинские маски. 5000 единиц для работников сельских амбулаторий. Уже передано в районном центральном больнице 6 ИВЛ-аппаратов. На сегодня это составило уже 8 аппаратов. Но мы намерены продолжать данную работу по оказанию помощи гражданам, а также поддержку нашим врачам. Хочу выразить огромную благодарность Ассоциации Булашак за предоставление этих ИВЛ-аппаратов, а также национальной волонтерской сети, которая дала возможность нам получить медицинские маски и передать их нашим же врачам в знак благодарности. Вирусная болезнь напомнила нам о взаимовыручке и показала, насколько важен труд медработников. Врачей без преувеличения можно назвать героями нашего времени. Пандемия пройдет, но их подвиг останется. Рустам Аралбаев, Нурбек Журнбаев, Телеканал «ЖИЦУ». Равенство возможностей. В Алматинской области скоро будет запущен уникальный проект для людей с особыми потребностями. В скором времени в Талдыкургане запустится необычное интернет-радио. Целевое вещание – вовлечение в активную общественную жизнь лиц с инвалидностью. Транслироваться оно будет на двух языках – казахском и русском. Как утверждают инициаторы социального проекта, он не имеет аналога в стране. Уникальность нашего проекта в том, что у нас будут трудоустроены журналистами и радиоведущими ребята с инвалидностью работать. И освещаться тоже будет только вся информация для людей с особыми потребностями. Радио будет функционировать через приложение. Скачать его в своем гаджете сможет любой желающий. По словам автора проекта, в Казахстане проживает более 650 тысяч инвалидов. И у большинства из них проблемы с трудоустройством, реабилитацией и адаптацией в обществе. Люди с особыми потребностями смогут писать на WhatsApp и задавать свои вопросы. Мы будем приглашать специалистов с управления центра занятости. Это в зависимости от вопроса. Психологов, юристов. Как отметили организаторы, радио будет транслироваться также в прямом эфире через социальные сети и YouTube-канал с сурдопереводом. А это значит, что их смогут не только слушать, но и видеть лица, имеющие проблемы со слухом. Стоит отметить, радио равных возможностей появится благодаря ярмарке социальных проектов, проводимой Гражданский альянсом при поддержке управления внутренней политики Алматинской области. Цель вот этой ярмарки – это конкурс лучших идей и проектов по социальному предпринимательству для НПО с целью, чтобы по результатам данного проекта они могли бы выйти на самофинансирование. К слову, ярмарка социальных проектов проводится уже третий год. В этом году заявку на участие подали 38 НПО, из которых обладателями гранта на сумму 1 миллион тенге стали авторы 10 самых необычных социальных идей. Айнур Мирханова, Абылая Коттыкпай, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. На чемпионат Казахстана через школу велоспорта. Велогонщики спортивной школы Олимпийского резерва имени Андрея Кивилева готовятся к новому сезону на трассах Алматинской области. Первое соревнование запланировано на начало сентября. ЖТСУ представят около 30 спортсменов. Конкуренция среди юниоров высокая. Тему продолжит Алексей Цой. Талдыкурган, Текили, Куксусский район. Трассы, которые велогонщики уже выучили на зубок, каждую извилину и впадину. Практически каждый день воспитанники школы велоспорта в течение трех часов проезжают километровые дистанции. За это время отрабатывают кардио, силовые и скоростные тренировки. Работаем сейчас, готовимся на чемпионат Казахстана, который будет проходить 2 сентября в городе Тарас. Старшие юноши, у них максимальная нагрузка 110-100 километров. Им хватает достаточно. Это по времени 2,5-3 часа. Ну, значит, минимальная тренировка у нас 50 километров. Мы с этого начинаем 50, 60, 70. Ну, по мере нагрузки. Если силовая, то получается, по большему мы проезжаем дистанцию. Если короткая, скоростная, она получается 50-60 километров. Отличные результаты на данном этапе показывает Тимирлан Тимирсеков. 17-летний спортсмен занимается велоспортом 3 года. В прошлом году на чемпионате страны на треке он завоевал серебряную медаль. В планах отобраться на Казахстан, затем выиграть чемпионат Азии. В достижении поставленных целей помогут изнурительные тренировки, считает юноша. У нас есть несколько циклов. Первый цикл идет объемная тренировка. Мы накачаем массу, ну, то есть силы. Едем в горы, объем около 190 километров. А после этого мы скоростимся, ездим за машиной, там разгоняем. Ну, там, конечно, короткие дистанции, но все равно, это тоже тяжело. Гонки у нас идут по 30-40 километров, а мы делаем на больше на запас, чтобы более выносливым стать. И хватило, чтобы нам силы, и вот из-за этого вот так столько ездим. В основном мне нравится ехать скоростные тренировки. Эти юниоры уже через 2-3 года попадут в класс андеров, где каждый сам выберет для себя вид гонки. И потому тренеры акцентируют свое внимание на особых талантах всех спортсменов, веря в их успех. Стоит отметить, из областной спортивной школы по велоспорту имени Андрея Кивилева вышло немало первоклассных велогонщиков, которые сейчас представляют Казахстан во всем мире. Алексей Цоя, Блэй Кутукбай, телеканал ЖТСУ. К этому часу у меня все. Встретимся в 21.30 на телеканале ЖТСУ. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ